Здравствуйте, уважаемые студенты! Меня зовут Доржеева Татьяна Владимировна. Я буду читать у вас курс педагогической психологии. Что можно сказать об этом курсе? Курс педагогической психологии состоит из трех основных разделов. Первый раздел – это психология обучения. Второй раздел – это психология воспитания. И третий раздел – психология личности учителя и педагогической деятельности. Ну, существует достаточно неоднородное отношение к структуре педагогической психологии, потому что более современные авторы учебников педагогической психологии считают, что необходимо включать еще четвертый раздел, то есть раздел взаимоотношений учителя и учащихся. Ну, необходимо сказать, что в учебниках Столеренко, в учебниках Зимней педпсихологии, Риана этот раздел присутствует уже. Поскольку я абсолютно согласна с мнениями этих авторов о том, что отношения и стиль взаимодействия учителя и ученика, на самом деле он влияет на процесс усвоения каких-то знаний, также на процесс формирования у себя каких-то личностных качеств. Ну, и непосредственно самой дисциплины здесь необходимо говорить о том, что педагогическая психология находится на стыке двух наук – педагогики и психологии. Но, если мы говорим о том, что педагогика в основном призвана, педагогика разрабатывает законы управления развитием личности, а для того, чтобы педагоги могли разрабатывать эти законы, каким образом управлять развитием личности, ну, в том числе обучением, воспитанием, естественно, то психология должна изучать законы развития психики человека. И тем самым она подготавливает почву для того, чтобы педагоги могли достаточно эффективно и грамотно разработать эти самые законы управления, ну, и, естественно, осуществлять его. Ну, и, само собой разумеется, что педагогическая психология очень тесно связана и базируется на знаниях общей психологии, возрастной психологии, в частности, да, во взаимодействии с общей психологией. И здесь необходимо учитывать, что ни один процесс воздействия, то есть как обучение, так и воспитание и развитие личности, невозможен без учета как типологических личностных особенностей, то есть темперамента, характера, способности, направленности личности, да, так и без учета когнитивных, познавательных и эмоционально-волевых процессов. Поскольку уровень развития всех этих процессов, как познавательных, так и эмоционально-волевых, он влияет и на уровень обучения, так и на уровень воспитанности человека. Вот. А в плане изучения возрастной психологии и вот остаточных знаний по курсу возрастной психологии, здесь необходимо помнить о том, что возрастная психология в целом изучает 13 возрастных этапов, то есть начиная с рождения и заканчивая изучением долгожителей, да, то есть геронтопсихология. А вот в область изучения педагогической психологии входит всего только 5 возрастных этапов, то есть те возрастные этапы, для которых учебная деятельность является, ну, если не ведущей, то, во всяком случае, одной из основных видов деятельности. Это дошкольный возраст, это младший школьный возраст, это подростковый возраст, старший школьный возраст и юношеский возраст. Ну и, соответственно, наверное, одной из причин отделения педагогической психологии от возрастной психологии, поскольку вначале все-таки это была единая дисциплина, да, поэтому даже еще в 70-х, 80-х годах очень много учебников, которые вот, ну, так и формулируются, о возрастной и педагогической психологии, то есть это была единая научная дисциплина, которая считалась вот во взаимосвязи в единой. Ну, а педагогическая психология отпичковалась, потому что учителям и так же, как и врачам, стало необходимо более глубокое исследование вот этих вот закономерностей обучения и воспитания на разных возрастных этапах, потому что ясно-понятно, что невозможно как лечить, так и учить одними и теми же способами ребенка, допустим, в дошкольном возрасте, да, от 3 до 6,5 лет, так и, например, там, допустим, младшего школьника, которому уже исполнилось давно уже 7 лет, поскольку мы знаем, что ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является игровая деятельность, а уже в младшем школьном возрасте это уже учебная деятельность. Соответственно, это должен быть разный подход к выбору средств, методов, способов обучения и воспитания этих детей на этих возрастных этапах. Ну и пятый возрастной этап – это юношеский. Здесь мы имеем в виду студенческую молодежь, для которых тоже учебная деятельность является основным видом деятельности, через которые происходит развитие их личности, и поэтому, естественно, они попадают в сферу изучения педагогической психологии. Таким образом, мы с вами доказали, что педагогическая психология взаимосвязана и строится на базовых понятиях общей психологии, возрастной психологии. Ну и, безусловно, она очень тесно связана будет с социальной психологией. А социальная психология, она связана следующим образом, потому что мы с вами говорим о том, что учебная деятельность осуществляет какой-то определенный коллектив людей. Поэтому, естественно, социальная психология как раз изучает понятие группы, развитие группы до коллектива, да, формирование этих взаимоотношений в любой группе, поскольку эти взаимоотношения как между самими учащимися, так и между учителями учащимися, они вот влияют на процесс обучения и воспитания. Так, дальше. В педагогической психологии, естественно, выделяется достаточно много различных проблем. Ну вот Айс Монтас выделяет несколько основных проблем. Он говорит о том, что это в целом проблемы. Первое — это проблемы соотношения развития и обучения, да. Ну вот мы об этом еще немножечко позже будем говорить на следующей лекции, о том, что ученые расходятся в этих своих взглядах о том, что такое обучение и что такое развитие, да, и что должно быть раньше. Надо сначала развивать, а потом обучать. Или наоборот, надо сначала чему-то обучить человека, а потом уже вот эти вот имеющиеся объемы этих знаний, умений, навыков, развивать их, да. Вот. Дальше. Вторая проблема — это проблема взаимосвязи, обучения уже и воспитания. Ну, здесь тоже уже необходимо отталкиваться от самих, от самого терминологического словаря и понимать о том, что воспитание — это, конечно, гораздо более широкий процесс, чем обучение. И поэтому, когда мы обучаем, тем самым мы и воспитываем что-либо у человека. Поэтому и рассматривая учебную деятельность, да, мы ее должны рассматривать, учитывая личностные особенности учащихся. Ну, и следующая большая проблема — это проблема разноуровневости обучения, поскольку мы с вами знаем, да, что современная система обучения, ну, так же, как и, в принципе, любая система, наверное, да, в большинстве стран мира, она рассчитана все-таки на детей со средним уровнем интеллектуального развития. Вот. Но мы все с вами знаем, что люди все абсолютно индивидуальны, они уже рождаются с этими различиями, нет похожих, одинаковых людей в мире, соответственно, и уровни развития у них тоже будут различаться. И вот среди 50-60% учащихся со средним, ну, таким, входящим в какие-то рамки и нормального развития личности есть точно так же и люди, которые попадают в более высокий уровень, то есть это дети, вот, которых можно причислить к одаренным детям, и наоборот, да, это дети, вот, отстающие, то есть дети группы риска, которые вот не успевают по разным причинам, которых мы тоже с вами будем рассматривать в курсе, в разделе «Психология обучения». Ну и, естественно, учителю очень трудно одновременно обращать внимание и строить таким образом этот процесс обучения, да, чтобы одинаково эффективно это было для большинства детей, так и для детей с завышенными способностями и для детей с проблемами в обучении и развитии. Вот, ну и отсюда, естественно, следующая проблема возникает, это проблема индивидуализации и дифференциации обучения. Вот, таким образом мы с вами обозначили основной круг проблем, которые вот стоят перед педагогической психологией, ну и, соответственно, основные задачи, да, которые вот вытекают из этих самых проблем. Ну, первая и самая основная задача педагогической психологии – это необходимо раскрыть механизмы и закономерности обучающего и воспитывающего воздействия на интеллектуальное и личностное развитие обучаемого. Это самая первая основная задача, потому что вот в отношении предмета педагогической психологии большинство ученых все-таки, ну, есть ученые, которые говорят, что это, допустим, объектом педагогической психологии является человек, например, да, ну, большинство современных ученых говорят, что объектом все-таки педагогической психологии является процесс образования, вот, а предметом педагогической психологии является выявление этих самых закономерностей, механизмов и особенностей обучения и воспитания и присвоения этого самого опыта на разных возрастных этапах. Поэтому, соответственно, вот этот предмет, он и должен раскрываться вот в этой задаче. Следующая задача – это определение механизмов и закономерности освоения обучающимися социокультурного опыта, его структурирования, сохранения в индивидуальном сознании обучаемого. Вот как раз о чем я с вами и говорила. Говорила уже немножечко о том, что как раз для того, чтобы можно было достаточно эффективно обучать какого-то человека, например, или воспитывать какого-то человека, необходимо учитывать, во-первых, социокультурный опыт уже этого человека, поскольку мы все с вами знаем о том, что любой ребенок рождается индивидом и по мере вхождения в общество, присваивая какие-то культурные ценности того народа, которому он принадлежит априори, он присваивает какой-то социокультурный опыт и становится этой самой личностью. То есть можно грубо говорить о том, что индивид в процессе двух абсолютно параллельно протекающих процессов, это процесс социализации и процесса инкультурации, становится у нас личностью. И вот как будут проходить эти два процесса, процесс социализации и процесс инкультурации, будет зависеть от какими личностными качествами он будет обладать. А личностными качествами, еще раз говорю, он будет обладать в зависимости от того, насколько эффективен будет этот процесс обучения и воспитания. Дальше, следующая задача – это определение связи между уровнем интеллектуального и личностного развития обучаемого и формами и методами обучающего и воспитывающего воздействия. Ну, раскрывая эту задачу, необходимо говорить о том, что установить эту связь между уровнем интеллектуального и личностного развития достаточно сложно, потому что, я думаю, что ни для кого не секрет, и проводилось огромное количество как психологических, так и педагогических исследований в том плане, что, например, очень высоко одаренные дети, обладающие очень высоким уровнем IFU, например, они не являются достаточно зрелыми в личностном плане. То есть, если их интеллектуальный рост, он идет, опережает свой уровень паспортного, хронологического развития, то личностное развитие, оно может у них идти вровень. И поэтому здесь отсюда будет несовпадение. Точно так же, как есть огромное количество детей, у которых, например, обладая очень, скажем так, богато развитыми личностными качествами, не обладают очень высоким интеллектуальным уровнем развития. Поэтому соответствующее воздействие, как обучающие, так и воспитывающие, на этих детей должно быть разным. И выбор формы этих методов, он тоже должен различаться. Дальше. Четвертая задача – это определение особенностей организации и управления учебной деятельностью обучаемых и влияние этих процессов на интеллектуальное, личностное развитие и учебно-познавательную активность. То есть, эта задача раскрывает, каким образом как раз происходит процесс обучения, потому что у нас обучение – это и есть процесс организации или процесс управления учебной деятельностью. Дальше. Следующая задача – это определение фактов, механизмов, закономерности развивающего обучения. Естественно, для того, чтобы раскрыть эту задачу, необходимо изучить различные, как имеющиеся уже в истории, так и современные теории обучения, и в том числе теории развивающего обучения Занкова, Давыдова и так далее. Далее. Ну и последняя задача – это определение психологических основ диагностики, уровня и качества усвоения и соотнесения с образовательными стандартами. То есть должны существовать, и, естественно, они уже существуют, и разработаны различные диагностические средства, при помощи которых можно определить уровень обученности, обучаемости, уровень воспитанности, воспитуемости и так далее. Естественно, все эти методики должны быть соотнесены с современными образовательными стандартами. Далее. О структуре педагогической психологии мы с вами уже побеседовали, и я вам в самом начале лекции сказала о том, что она состоит из трех основных разделов. Естественно, каждый из этих разделов имеет свой предмет, свои задачи, о которых мы немножечко позднее с вами переговорим. Мне бы хотелось остановиться еще на следующем моменте, о том, что какова была история развития педагогической психологии. Педагогическая психология возникла на стыке педагогики и психологии. Впервые была педагогическая мысль изложена Яном Амосом Каменским. Книга Яна Амоса Каменского называется «Великая дидактика». Была опубликована она в 1657 году и положила начало развитию педагогической теории. Поэтому этот труд Каменского можно рассматривать как самую первую предпосылку становления педагогической психологии, поскольку она только в конце XIX века начала оформляться как самостоятельная наука. И весь период становления и развития педагогической психологии может быть представлен тремя большими периодами. Первый этап – это с середины XVII века до конца XIX века. Может быть назван общедидактическим, с явно ощущаемой необходимостью психологизировать педагогику, как говорил Пистолуций. Этот период в основном представлен следующими именами. Ян Амурск-Каменский, Жан-Жак Руссо, эпоха Возрождения, Иоганн Пистолуций, Иоганн Гербард, Адольд Дистервяк, Константин Дмитриевич Ушинский, Капкерев. Вклад этих педагогов-мыслителей определяется прежде всего кругом тех проблем, которые они рассматривали. Перечисленные уже выше. То есть в первую очередь это, конечно, связь развития, обучение и воспитание. То есть это самые первые две основные проблемы, которые стоят и перед современной педагогической психологией. Далее следующие проблемы – это творческая активность ученика, которая тоже актуальна и по сегодняшний день, способности ребенка и их развитие, роль личности учителя, организация обучения и многое другое. Далее следующий этап – это у нас второй этап с конца XIX века до середины XX века. И, как я уже говорила, что в этот период педагогическая психология начала оформляться в самостоятельную отрасль. При этом, конечно, она ориентировалась и использовала результаты психологических, психофизиологических, экспериментальных историй. И развивается она одновременно с экспериментальной психологией. Еще она известна и знаменита тем, что в это же время создавались и разрабатывались такие знаменитые педагогические системы, как система Монте-Сори. Начало этого этапа педагогической психологии знаменуется появлением первых экспериментальных работ в этой области. И описано в таких книгах, в книгах Каптерева, Торндайка, Выгодского. Выгодский подчеркивал, что педагогическая психология это продукт последних нескольких лет, что это новая наука, которая вместе с медициной, юриспруденцией и другими является частью прикладной психологии. Но и вместе с тем это самостоятельная наука. Собственно-психологические проблемы, то есть особенности запоминания, развития речи, развития интеллекта, особенности выработки навыков были представлены в работах Нечаева, Альфреда Бене, Мэймана, в исследованиях Эбенгауза, то есть вы, наверное, из курса общей психологии помните кривую запоминания Эбенгауза. Особенно необходимо учитывать этот момент, когда современные педагоги пытаются на самых первых же этапах организации учебного процесса восстановить те знания, которые они уже усвоили. Потому что, исходя из теории Эбенгауза, самый большой процент информации теряется именно в течение первого же часа после уже воспроизведения запомненного материала. Это теория Жанна Пиажи, которая говорила о том, что абсолютно независимо от того, в какой среде развивается человек, в цивилизации, подвергается он процессу официального обучения и воспитания, или же он воспитывается, допустим, в несоциальных каких-то институтах, независимо от этого любой здоровый и психически нормальный ребенок он проходит через те стадии развития умственного, которые выделял Пиажи. Это труды Фрне, который говорил как раз о целях воспитания, о том, как воспитание влияет на развитие личности. Ну и экспериментальное изучение особенностей поведения, научения. Это знаменитые бихевиористские толкования Уотсона, Толмина, Толмина, так, Скиннера, естественно, да? Дальше. Развитие детской речи. Это Блонского, Бюллера, Штерна, Пиажеева, Готского. Особое значение здесь имеет развитие педагогической психологии, начиная с работ Бене, Симона, Кэтела. Это позволило найти такой вот очень действенный механизм не только контроля знаний и умений обучающихся, но и управления подготовкой учебных процессов. В Германии возникла лаборатория Мэймана, в которой для решения учебных и воспитательных задач использовались приборы и методики, созданные в лабораториях университета. И уже в 1907 году он публикует книгу «Лекция по экспериментальной психологии», в которой дает обзор вот работ различных по экспериментальной дидактике. В Англии вопросом экспериментального изучения типологических особенностей школьников занимался очень известный на то время детский психолог Джордж Селли, который в 1898 году опубликовал работу «Очерки по психологии детства». Во Франции Альфред Бене основал при одной из школ Парижа экспериментальную детскую лабораторию. И вот в этой лаборатории изучались физические и душевные способности ребенка, а также методы преподавания учебных дисциплин. Совместно с Симоном Альфред Бене создал методику отбора детей в специальные школы для умственных отсталок, основой которой стал метод тестов. И этот метод тестов, стандартизированный, он известен по сию пору и используется для достаточно большого количества психологических исследований. Дальше. Кроме этого, этот этап характеризуется формированием особого психолого-педагогического направления. Это педология. Основателями этого направления являются Болдуин, Киркпатрик, Мэйман, Басов, Булонский, Выгодский. Это направление, в котором, как бы это некий симбиоз психологии, экспериментальной психологии, и он основывается на комплексе психофизиологических, анатомических, психологических и социологических измерений, которые определяют особенности поведения ребенка и, возможно, определить эти особенности поведения ребенка, естественно, какими-то диагностическими методами. Далее. Основателем педологии признан американский психолог Холл, который создал еще в 1889 году первую педологическую лабораторию. Ну, а сам этот термин «педология» придумал его ученик Крисмент. На Западе педологии занимались Холл, Болдуин, Мэйман, а основоположниками российской педологии был блестящий ученый, организатор Нечаев. Необходимо еще сказать о том, что также очень большой вклад в развитие педологии внес Бехтерин. Первые 15 после революционных лет были благоприятными для работы педологов. Шла нормальная научная жизнь с бурными дискуссиями, в которых вырабатывались различные научные подходы, преодолевались какие-то неизвежные для любой науки болезни роста. Педология была превосглашена как наука о комплексном изучении ребенка. Однако предмет педологии, несмотря на многочисленные дискуссии, теоретические разработки, то есть это в первую очередь разработки Залкинда, Блонского, Басова, четко определенно не было. И попытки выявить специфику педологии так же успеха не имели. Блонский определял педологию как наука о возрастном развитии ребенка в условиях определенной социально-исторической среды. Ну и при таком определении она мало отличалась от детской психологии, но создание междисциплинарной науки всегда сложно. Далее. Поэтому можно выделить четыре основных принципиальных взгляда педологов на ребенка. То есть в первую очередь они говорят, что ребенок – это целостная система. И поэтому он не может изучаться только по частям. Например, только физиологии, только психологии или только неврологии. Второе положение. Ребенка можно понять только лишь учитывая, что он находится в постоянном развитии. Примером может служить в понимании выгодским эгоцентрической речи ребенка как подготовительные фазы для развития внутренней речи взрослого человека. Третье принципиальное положение. Ребенка можно изучать лишь с учетом его социальной среды, которая оказывает влияние не только на психику, но часто и на антропометрические параметры развития. И четвертое принципиальное положение говорит о том, что наука о ребенке должна быть не только теоретической, но и практической. И исходя из этих четырех принципиальных взглядов, педологи работали в школах, детских садах, различных подростковых объединениях. Они активно осуществляли психолого-педагогическое консультирование, работали с родителями. То есть напрямую осуществляли эту взаимосвязь науки и практики. Дальше. В Ленинграде и Москве действовали институты педологии, в которых пытались проследить развитие ребенка от рождения до юности. Дальше. Естественно, основным методом изучения ребенка в педологии было тестирование, на основе которых они пытались выявить умственную отсталость и дать какие-то рекомендации по комплектованию школьных классов. В результате в классах для умственных отсталок оказались преимуществами дети рабочих и крестьян. Конечно, это неудивительно, поскольку это же были пустые революционные всего лишь только годы. Естественно, уровень дошкольной подготовки детей рабочих и крестьян был ниже гораздо, чем уровень детей служащих. А тесты, которыми часто пользовались, например, тот же самый тест, уже мной рассказано, это тест Бена-Симона, он определяет именно этот уровень, а не умственная отсталость. И, естественно, педологи заявляли это как умственная отсталость. Дальше. Естественно, в первой в мире стране победившего социализма с этим смириться не могли. И в 30-е годы уже начались гонения на педологию, которые завершились принятием постановления о педологических извращениях. Педология была объявлена служанкой буржуазии, как лженаука. И все тесты были объявлены вредными и запрещены к применению. Педология была разгромлена. Многие ученые репрессированы. И судьбы, естественно, многих ученых были искалечены. Закрылись абсолютно все педологические институты и лаборатории. Педологи запретили преподавание во всех вузах. Несмотря на недолгое существование педагоги, в ее русле было сделано огромное количество работ. Работы Блонского, Выгодского и его сотрудников заложили фундамент современных научных знаний о психическом развитии ребенка. И с этого времени можно говорить о третьем этапе. Поскольку основание для выделения третьего этапа развития педагогической психологии служит создание целого ряда собственно психологических теорий обучения. То есть разработка теоретических основ педагогической психологии. Например, в 1954 году представитель бихвеористского направления, ну и один из основателей этого направления, это Скиннер, выдвинул идею программированного обучения. А в 60-х годах Ланда сформулировал теорию его алгоритмизации. Поэтому наряду с традиционным обучением, коммуникативным обучением появляется традиционная форма организации обучения, а дальше уже алгоритмизированная форма обучения. Затем Оконь, Махмутов построили целостную систему проблемного обучения, что продолжило разработку систему Дьюи, который полагал, что вообще все обучение должно идти только через решение проблем. Ну, а с другой стороны, соотносилось с положениями Зельца, Дункера, Рубинштейна, Матюшкина о проблемном характере мышления, о природе возникновения каждой мысли в проблемной ситуации. В 50-е годы появились первые публикации Павла Яковлевича Гальперина и затем Талызины, в которых излагались исходные позиции теории поэтапного формирования умственных действий, которые впитали в себя все основные достижения и перспективы педагогической психологии. Ну и по этому поводу необходимо вам знать о том, что существует, продается, вернее, сейчас в учебниках, продается в книжных магазинах учебник Гальперина, который называется «Лекция Гальперина по лекции Гальперина». И существует, по-моему, еще переизданный учебник. Это теория поэтапного формирования умственных действий уже 2004 года. Москва. Дальше. В это же время разрабатывается теория развивающего обучения, описанная в работах Ильконина Давыдова. Дальнейшее развитие теории Ильконина Давыдова Марковой, Аэлиты Капитоновой, Ильясовым, Айдаровым, Рубцовым и другими. Развивающее обучение нашло также свое отражение в экспериментальной системе Занкова. В этот же период Рубинштейн в основах психологии дал развернутую характеристику учения как усвоение знаний. В дальнейшем это положение Рубинштейна разрабатывалось в трудах Ительсона, Кабанова и Меллер, а также в работах Менчинской и Погоевленской. В 1970 году появилась книга Лингарта «Процесс и структура человеческого учения». А в 1986 году появилась книга Ильясова «Структура процесса учения», которые позволили сделать широкие теоретические обобщения в этой области. Ну и, естественно, заслуживает внимания возникновение принципиально нового направления в педагогической психологии. Это в 60-70-х годах это направление называется «Сугистопедия» или «Сугистология». Основателем ее является ЛОЗАНОВ. Основой этого нового направления является управление педагогом неосознаваемыми, обучающимися психическими процессами восприятия памяти с использованием эффекта сугистея. В дальнейшем был разработан метод активизации резервных возможностей личности Китай-Городской, группового сплочения групповой динамики в процессе такого обучения Петровским, Карпенко и так далее. Но здесь необходимо для понимания этого нового направления вернуться опять же к общей психологии и вспомнить о том, что существуют различные способы воздействия. Это основные способы воздействия, то есть это убеждение, внушение, заражение и подражание. И внушение – это такой способ воздействия, при котором мы опираемся в первую очередь на какие-то эмоционально-чувственную сферу человека и пытаемся что-либо внушить без опоры на пакты и логику. Отсюда и возникло вот это направление. Дальше. И все многообразие этих теорий, возникших именно в 70-е годы, имело один общий момент. Это решение теоретического обознавания теории, требованием общества к системе обучения, поскольку, безусловно, оно должно быть адекватно всем историческим изменениям. Соответственно, формировались определенные направления обучения. В рамках этих направлений выявились и общие какие-то проблемы. То есть это проблема активизации формы обучения. То есть недостаточно только уже, допустим, обучать, если учитель обладает или в совершенстве обладел такими формами организации, как традиционная, проблемная, программированная, алгоритмизированная форма. Необходимо, чтобы он владел еще и более современными какими-то активными социально-психологическими методами обучения для того, чтобы активизировать этот процесс обучения. Вторая проблема – это проблема педагогического сотрудничества, проблема общения, управления этим процессом усвоения знаний. Ну и третья такая вот очень широкая проблема – это проблема развития обучающегося. В этот же период происходило формирование предпосылок перехода педагогической психологии на новую стадию своего развития с использованием компьютерной техники. А поскольку 21 век – это уже век человека, век гуманитарной эпохи, где развитие человека обеспечивает ему свободу действия в новом информационном пространстве, поскольку оно ему позволяет, например, как нам с вами, не находясь рядом, тем не менее я имею возможность передать вам часть какой-то знаний, которыми обладаю сама. Ну и материал сегодняшней лекции вы можете найти в первой главе моего учебника, который есть в электронном варианте на ГИК-1 курсе. Прошу прощения. Называется он «Педагогическая психология. Учебное пособие. Под моим авторством». Изданный в 2011 году издателем Бурятского госуниверситета. На этом разрешите закончить сегодняшнюю лекцию и попрощаюсь с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова